приветствую друзья с вами снова кирилл куницкий и в этом выпуске бизнес инструментов я расскажу вам о таком важном принципе или подходе каждого руководителя который называется эмоциональное лидерство эмоциональное лидерство это управление при помощи эмоционального интеллекта мы все слышали о таком понятии как интеллект и все знаем что интеллект важен от того насколько у человека Allegroly интеллект зависит способность человека решать определенные интеллектуальные задачи но важно помнить что управление компании или управление отделом это в первую очередь взаимодействие с другими людьми а там есть взаимодействие с людьми там есть эмоции и нельзя эмоции выносить за скобки при решении уравнения в управление людьми очень важно помнить что результат любой коммуникации вас с вашим сотрудником или с вашим коллегам это не только действие которое будет делать этот человек это эмоциональное состояние в которых в котором он уйдет и причем эмоциональное состояние имеет инерционность она есть она определенная сейчас но дальше она может каким-то образом эволюционировать поэтому высший пилотаж в управлении другими людьми и в том числе в управлении собой это способность управлять эмоциями и это называется эмоциональными эмоциональное лидерство и сейчас я расскажу вам о 4 ключевых компонентах из компонентах из которых состоит эмоциональное лидерство собственно ваша задача как собственника компании как руководителя как лидера развивать эти четыре качества как в себе так и в тех людях которые вам под отчет если у вас если вы собственник бизнеса и вас работают руководители следите за тем чтобы они также развивали в себе эти эти ключевые компетенции и так 4 ключевых компонента в первую очередь это это самосознание. Что такое самосознание? Самосознание – это способность посмотреть на себя со стороны, способность анализировать своё собственное состояние, смотреть, что происходит с вами, что происходит с вашей психологией, анализировать природу своих эмоций, почему у вас возникли эти эмоции, что к ним привело, что сделать, чтобы поменять свои эмоции. Это работа фактически… Это развитие позиций внешнего самонаблюдателя по отношению к самому себе, способность анализировать самого себя, это первый шаг, с которого начинается эмоциональное лидерство, потому что, если вы не способны трезво оценить свое собственное состояние и понять его природу, то вы не сможете управлять ни собой, ни своими отношениями с другими людьми. Поэтому первый шаг — самосознание, это первый шаг в управлении эмоциональным лидерством, в развитии эмоционального лидерства. Вторая составляющая — это самоконтроль, это способность контролировать свои собственные эмоции. Потому что одно дело – анализировать природу своих эмоций. Но если вы не способны их взять под контроль, то есть вы объясняете сами себе, почему так, но при этом вы не можете это контролировать. Опять-таки вы как медведь в посудной лавке. Вы будете постоянно ввязываться в какие-то конфликты или будете постоянно попадать в какое-то эмоциональное состояние, когда вы не можете им управлять, и оно сбивает вас с результативностью. Вы перестаете давать результат, который нужен. Множественные исследования показывают, что негативное эмоциональное состояние снижает работоспособность от 20 до 30%. То есть сразу падает работоспособность. Даже если интеллектуально вы хотите включиться, вы хотите выдавать результат, но все равно работоспособность падает. Поэтому способность контролировать свои эмоции – это вторая важная составляющая эмоционального лидерства. Далее – эмпатия. Эмпатия – это социальная чуткость. Это способность чувствовать эмоции других людей. Это очень важный компонент, потому что если вы не чувствуете эмоции других людей, как вы можете на них влиять, как вы можете строить отношения? То есть эмпатия – это фактически тонкие сенсоры, когда вы чувствуете микроэмоции. Вы что-то сказали человеку, вы почувствовали, что человеку это неприятно, и вы уже отреагировали. Вы понимаете, так-так-так, что куда-то я пошел не в ту сторону. Нужно скорректироваться, нужно отреагировать. Банально вы идете по коридору своей компании или по кабинету своей компании, вы видите, стоит человек, и он расстроен. И вы понимаете, что с ним что-то не так. И у вас возникает такое сопереживание, желание включиться, понять, что случилось. То есть нет вот этой чертости, нет вот этой, знаете, слоновой кожи по отношению к другим людям. Вы очень чутки по отношению к эмоциям других людей. Это очень важная составляющая, от которой также зависит эмоциональное лидерство. И последнее, управление отношениями. Управление отношениями – это влияние на отношения с другими людьми. То есть это создание отношений, это управляемое создание отношений, когда вы умеете строить отношения с другими людьми. Для этого важны все три предыдущих компонента. То есть нужно уметь понимать себя, нужно уметь контролировать себя, нужно уметь понимать эмоции других людей, и тогда вы можете влиять. тогда вы можете влиять здесь большое количество элементов это умение слышать других людей это проявление уважения к другим людям это умение договориться с другим человеком это умение сказать спасибо поблагодарить другого человека это умение похвалить другого человека это умение радоваться вместе до умение совместно разделять какие-то радостные моменты опять-таки это юмор это также очень важно то есть это все компоненты которые влияют на управление отношениями и вот Вот эти четыре элемента вместе они формируют концепцию эмоционального лидерства. И очень важная задача как каждого собственника компании, так и каждого руководителя внутри компании развивать в себе эти качества. Потому что если вы их не развиваете, вы упускаете в управление такой важный компонент, как эмоциональная составляющая, как эмоции других людей. Управлять людьми приказом по предприятию очень сложно, потому что вот такой подход, он исключает эмоциональное взаимодействие. Опять-таки управлять людьми по скайпу, по электронной почте также очень сложно, вы не чувствуете эмоции. Поэтому очень важно, чтобы во взаимодействии с людьми вы использовали эмоциональное лидерство. Развивайте в себе это качество. И поставьте лайк, если для вас оказался полезным данный бизнес-инструмент. Я буду благодарен также за комментарии, которые вы напишите под данным видео. Напишите, как вы применяете эмоциональный интеллект и применяете ли вы его в своей работе, какие сложности возможно есть. Задайте вопрос, если он есть. Также мы постараемся на него ответить в ближайшее время. И увидимся с вами в следующем выпуске бизнес-инструментов. С вами был Кирилл Кунинский. Пока!